Естественно, мы будем общаться. Хороший кофе в клубе «Сибирский бас». Ваше здоровье. Человек, занимаясь коммерческим клубом, не способен быть конкурентом. Я не могу прийти в 30 лет заниматься вольной борьбой. Вернее, прийти могу, но я нафиг там никому не нужен. В таких школах идет для селекционный отбор двух-трех талантов, на которых делается ставка все остальные. Ну, это так, мешки для отработки. Почему футбол популярный? Да, все просто. Все понятно. Мячиками закатили бороться. Тогда сумму должно быть олимпийским. Там еще все проще. Вытолкнул, победил. Да. Кровища будет? Кровища будет дофига. Поэтому я завязался рукопашным боем. 35 лет назад. Да. Правильно сделал, да. Так ненавязчиво просто Евгений намекнул на мой возраст. Вопрос такой вот, как к человеку, представляющему традиционный стиль джиу-джитсу, какие перспективы России у Неваза, у этого, как вы сейчас считаете, симбиоза традиционного и бразильского джиу-джитсу, мостика между стилями? Зайду издалека. Со стороны Японии? Нет. Со стороны Олимпийского комитета. А значит, если все-таки джиу-джитсу именно федерация джиу-джитсу станет Олимпийским видом спорта, а это уже будет ясно в ближайшие, я думаю, 6 лет, то тогда перспективы будут, несомненно, колоссальными. То есть это совсем другом будет уже в статусе, с другим государственным вниманием ко всей этой истории. И тогда Невазу ждет процветание, невероятный взлет, то есть это будет на уровне спортивной борьбы, дзюдо, ну как и любое такое олимпийское движение. Вероятность такая существует, сейчас к этому очень много предпринято шагов, формальный признак соблюден. И если французы, собственно, согласятся на то, чтобы в 24-м году джиу-джитсу было презентовано, а поскольку Париж называется гостеприимная столица, как раз Игорь 24-го года, то вероятность такая существует. Значит, сейчас арабы, именно представители Объединенных Арабских Эмиратов делают очень много для этого, собственно говоря, они в федерации международных джи-джиев играют очень серьезную роль, такую главную скрипку, можно сказать. Я думаю, не только финансовые, политические и финансовые, потому что мы же знаем, как развивается ВЖЖ в Арабских Эмиратах, собственно говоря, наверное, нет ни в одной стране мира, чтобы на общее количество населения приходилось столько адептов в бразильскую живу. По-моему, 1% или 1,9% от общего населения. Хороший кофе в клубе «Сибирский бас». Ваше здоровье. Ваше тоже. Ваше здоровье. Так вот, если все-таки джиу-джитсу Неваза в рамках федерации джи-джиев станет олимпийским, то, конечно, это будет совсем другой история. Джиу-джитсу в комбинации с бразильским джиу-джитсом имеет невероятно полосальную популярность во всем мире и таких народах. Поэтому арабы, они же прекрасно понимали, на что они идут, и, соответственно, представляя лоббирую интересы это федерация, они все-таки имеют претензии на олимпийский видом. И учитывая, что арабы – это 30% населения Франции на данный момент. Да, в том числе это тоже очень такой тонкий момент, и французы, опять-таки, играют немалую роль в международной федерации джиджаев, поэтому, если честно, конечно, хотелось бы, чтобы джунджитсу был олимпийским видом спорта, потому что, конечно, совсем по-другому будет расцветать и пахнут эти виды единоборства замечательные и интересные. Ну, я сейчас свое мнение рассказываю, потому что появится самая главная государственная поддержка и другой селекционный отбор. Контроль государства, селекция. Будут, конечно, и минусы во всей этой истории, но, собственно говоря, как показывает развитие джудо во всем мире – невероятное, на самом деле, количество и качественное развитие этой красивой борьбы, так же, как спортивная борьба с джордбоксом. Но, если этого не произойдет, а я все-таки ставлю 50-50, если не будет представлена Неваза на Олимпийских играх в ближайшие вот эти циклы олимпийские, то я думаю, что Неваза будет развиваться таким вялотекущим образом. – То есть, либо это прямо будет всплеск, удар, волна, либо она будет понемножку хереть, да? – Ну, там будет все зависеть от менеджмента, все зависит, кто во главе федерации, международная федерация, потому что все равно они танец будут задавать. Вот. Это все будет зависеть от этого только. Но это будет примерно, так вот, перманентное развитие будет, если не будет олимпийского вида спорта, такой как джиу-джицу. Я не очень верю в то, что это будет без Олимпиады крутой всплеск какое-то развитие, потому что, опять, джи-джиев, у них своя коммерческая политика, направленная на их развитие. Это нормально. У них все четко структурировано и понятно, ранжирование по поясам, по возрастам, по квалификациям и прочим делам. Вот. Они, в общем-то, автономны друг по другу. Есть некая такая уже сформированная субкультура коммерческая, в которую входит БЖЖ, которая, ну, на другой планете немножко находится. – Мы это любим называть лайфстармом. – Это неплохо и нехорошо. Я сейчас не пытаюсь мыслить категориями «хорошо-плохо», и я пытаюсь просто, ну, немножко дифференцировать эти вещи. Они абсолютно разные по своему подходу, по своей ментальности, по своей культуре. Даже вот сейчас мне ближе вот этот лайфстайл, рок-н-ролл. Вот я сейчас про себя говорю, потому что я отхожу потихонечку от этих государственных стандартов, не потому что они мне нравятся или нет, ну, просто в силу моего нынешнего состояния души, моей ментальности, сейчас мне это ближе. Только поэтому. Вот. У меня исключительно коммерческий клуб, без всякого государственного участия, и не планируется, но я не хочу. Ну, в силу опыта. Таки разных причин. – Ну вот, с другой стороны, если, допустим, джиу-джитсу, в частности, Неваза становится официальным видом спорта, ну, вернее, оно и так официальный вид спорта, становится олимпийским, не убьет ли оно тот самый лайфстайл, которым живут студенты. Студенты. То есть, они могут прийти там заниматься в 40 лет, в 30 лет. А вот зная, допустим, историю с олимпийскими видами борьбы, я не могу прийти в 30 лет заниматься вольной борьбой. Вернее, прийти могу, но я нафиг там никому не нужен. И, в принципе, в таких школах идет, как Вы ранее заметили, селекционный отбор двух-трех талантов, на которых делается ставка. Все остальные, но это так. – Статистика, да. – Мишки для отработки. – Да, так и есть. Бьет. Если, разверну мысль, очевидно, если это будет только в режиме государственного контроля и государственного вида спорта, как и джиу-джи, в России это 100% будет только так. Потому что, ну, где мы видим коммерческое дзюдо? – Я не очень хорошо знаю мир дзюдо, но я не видел. – И не увидишь. Где мы видим коммерческое самбо или греко-римскую или вольную борьбу? Это все спортивные школы. Это понятно, потому что есть государственная система, которая подразумевает сих до сих по определенным программам, по образовательным и спортивным формирование сборных России из невероятно сенкционного отбора, мощнейшего через сито протекая, начиная от первенства закачивания, заканчивая, там, первенством городов, областей. – Добиранцев большого закачивания. – Да, первенства России и так далее. Это нормальный, ну, так скажем, отбор, который позволяет выявить сильнейших через эти мероприятия. Соответственно, коммерческая составляющая там по определенной быть не может. Ввиду трех самых важных аспектов. Первое. Человек, занимаясь коммерческим клубом, не способен быть конкурентом. Людям, которые не учатся в школе и тренируются два раза в день, живут, например, в спортивной школе, которая позволяет ему тренироваться там 12 раз в неделю, и он заточен исключительно на спортивный результат. Он будет тренироваться с утра до вечера, и потом там будет 100 таких же человек, которые заточены на это. Их там, вот эта сама система, она их отработает, переработает, выявит там двух сильнейших из 100, эти два пойдут в сильнейших 100 следующих и так далее, то человек, занимающийся в коммерческом клубе, он не способен заниматься 12 раз в неделю при всем своем желании, потому что у него есть учеба, его тренер там вынужден зарабатывать деньги на других группах, и у него нет государственной ставки, и самое главное, у него нет такой задачи. Разумеется. Соответственно, ну как бы, а как конкурировать человеку, это и есть отсутствие коммерческой составляющей здесь, в таком виде спорта, где такой отбор. Да невозможно, я в это не верю, это не бывает. Сама система, я сейчас говорю только, что это про Россию, на самом деле. В других странах это немножко по-другому все будет. Ну, у нас сейчас тоже смотрят в Россию, Украине, Казахстане. Ну, я думаю, что примерно везде так оно и есть на самом деле. Вот. Поэтому, конечно же, если джиу-джитсу станет олимпийским игрой спорта, я думаю, все это будет примерно как чудо, как в вольной борьбе, как в боксе. Ну, это нормально, это опять-таки определит, какая будет цель и задача. Подготовить самых лучших спортсменов, которые способны будут представлять честь страны на самых высоких аренах. Собственно говоря, цель и задача будут оправданы. Поэтому не будет рукон-ролл. Не хочется его терять. Ну, для этого, наверное, будет все-таки БЖЖ, но останется БЖЖ всегда. Однозначно. Если уж говорить эволюционным путем, то джиу-джитсу логично эволюционно должно прийти к тому, что оно должно стать олимпийским. Это мое личное убеждение. Что такое олимпиада? Да. Это, прежде всего, бизнес. Большой-большой бизнес. И там все достаточно формализовано в части смотребельности, simple rules, то есть, чтобы зритель понимал, что происходит на экране. И если этого нет, то шансов мало. Я приведу к примеру тэквондо. Ведь его хотели выключить из алимпийских игр. Там вроде все понятно. Бам-бам. Вот. А вот этот бам-бам появился шлем. Очень дорогой. Не шлем, а вот этот нагрудник. А спустя, когда вот пошла вот эта вся история, когда хотели выиграть. Потому что никому не нравилась вот эта вот игра ногами. и непонятна была система оценки. Они ввели очень дорогие вот эти шлемы, оборудование, где четко на табло, как фехтование. Попал, бал получил, попал, с определенной скоростью, в определенное место. Конечно, конечно. А до этого этого не было. И крупнейшие корейские компании, такие как Deo, Samsung, они принесли огромные деньги в качестве спонсорской поддержки в МОК. Сказали, нет. Хэквондо должно быть олимпийским. Это правда. И они говорят, хорошо, окей. Вы сделайте так, чтобы было понятно, как оцениваться. И те сделали вот эти, как это называется, нагрудники, щитки вот эти. И все это фиксируется. И невозможно обмануть. То есть трон загорелся, как фехтование. Все просто. И вот, пожалуйста, простой. Ну да, изобретать даже ничего не нужно было. Почему? Борьбу стали убирать из олимпийских, несмотря на то, что они прямо вот это вот. Это с этого все субсиали. В пятом начиналась бег-борьба. Бег-борьба. Да. И почему? Потому что он не зрелищный, непонятно. Вот они там за этот захват ковырят, особенно греко-римская. Вот. И там может там все два тайма, два тайма могут продолжаться в борьбе за захват и выталкивать друг друга за ковер. Стали менять правила. Добавлять зрелищность. Убрали какие-то весовые категории. Добавили что-то еще. То есть встал весь борцовский мир за то, чтобы оставили борьбу. Ведь это был вселенский скандал. И ведь практически выкинули. Удалось на самом деле. Во многом, кстати, старание Мамиашвили оставить борьбу в семействе олимпийских игр. Почему футбол популярный? Да, все просто. Все понятно. Мячик закатили бороться. Вот это момент. Тогда сумо должно быть олимпийским. Там еще все проще. Вытолкнул, победил. Помолил, победил. И народу, кстати, я смотрю на чемпионатах по сумо. Даже в Америке. Собирается та же самая пирамида. Вот Америка по сумо проходит турнир в той же пирамиде, где чемпионат мира в Калифорнии по IBJJF. И народу там, зрителей, в разы больше. Но, в IBJJF хитрая федерация. Они ведь сейчас сделали... В комплексы входят? Нет. Их там пять. А, пять? Да. Добавили еще два. С оружием? Нет. Дуа-систем. Есть просто классическое дуа-систем. Формальное исполнение техники, что вот ребята делали. А есть еще дуа-шоу. Когда они еще добавляют элементы шоу. Постановка. Постановочное. Да. Где оценивается... Да, да, да. Вот они там, например, идут с зонтиком. Тот на нее напал. Или с телефоном разговаривает и прочее. То есть, добавили еще пятую дисциплину. Это фул-контакт. Это как рукопашка. И она вот сейчас была презентована. Да. Она была презентована сейчас уже в Греции. На Кубке мира по детям. Там был международный турнир. Балкан Оупен. Подал там. И там уже презентовали. То есть та же рукопашка. Коешь там, пожалуйста, шлем, перчатки. Можно вбить в пашку. То есть уже не просто кто громче крикит. Не-не-не-не. Там прям вот уже прям можно бить-бить. Бороться, бить. Болевые, удушающие. То есть и все в общем-то. Что-то среднее между армейским рукопашным боем и спортивным рукопашным боем. Кимоно, шлем, перчатки. И вот они в полный рост там дерутся. Я увидел это со стороны. Я понял, что это такое среднее между боевым самбо, армейским рукопашным боем, спортивным рукопашным боем и ММА в кимоно. Разделги. Да, совершенно верно. Кровища будет? Кровища будет дофига. Поэтому я завязался рукопашным боем 35 лет назад. Так ненавязчиво просто Евгений намекнул на мой возраст. И они сделали. Представляешь, целых 5 дисциплин. На цвет и вкус как говорится. Хочешь, там тебе вот это вот шатакан, дзюдо. Хочешь, там тебе дуа-систинг, там показательная техника. Хочешь, тебе там БЖЖ. Оно уже не УАЗа. Или не УАЗа, оно уже БЖЖ вернее так. Либо фонконтакт, ММА в кимоно. Ну тогда все шансы. То есть два-три зрелищных направления, которые будут смотреть просто люди, которые любят боевики. Просто тупо любой школьник. И к нему просто прицепом добавить, конечно. Так и было. Слишком мощное единоборство, слишком большая у него история. И если посмотреть в глубь истории в Японии, и потом как оно произвелось в Бразилии, как оно произвелось в Японии. Я бы сейчас даже не стал длить на традиционное, спортивное, бразильское. Там просто слово джиу-джитсу. Потому что это мамка всех основных японских видов спорта. Того же джиу-джитсу. Если уж там возвращаться. Каратэ, джиу-джитсу, айкидо и много других страшных слов. Это все мама, это джиу-джитсу. Я как человек, занимающийся джиу-джитсу с 96-го года. Причем и традиционным, и спортивным, и бразильским теперь уже. И боевым. Вот прям очень здоровым. Да, и прям вот очень-очень боевым, да, хакутори. Могу сказать, что всей своей душой я болею за то, чтобы джиу-джитсу стало олимпийским именем спорта. Пусть это будет бразильское, пусть это будет традиционное, спортивное, ну не суть. Все равно там корневое слово это джиу-джитсу. С разными приставками. Все остальное это приставки. Основное это джиу-джитсу. Если это будет олимпийским, то будет здорово. Потому что у меня, как у тренера, например, есть такая моя лично-голубая мечта. А именно об этом хотел только что спросить. Да, подготовить олимпийского чемпиона. Потому что вот у меня сейчас, последние я 8 лет занимаюсь исключительно только детско-юношеским спортом. И мне очень нравится взращивать юноши и девушек, которые действительно с нуля. Вот берешь и начинаешь как скульптор из глинки лепить что-то потом получается красивое и интересное. Глядя на своих там учеников, которые даже только начинают выигрывать. Поэтому, конечно, я понимаю, что сейчас вот эти ребята, которым там 13-14-15 лет, если, предположим, ну так пофантазируя, в Париже будет в 24-м году джиу-джитсу олимпийским видом, то они потенциально могут там стать олимпийскими чемпионами, которые сейчас тренируются активно. У меня с 6 лет, им сейчас там 13-14. К тому времени им будет уже там 18-19 лет. Ну и как показывает практика там, 18-19 летние ребята могут стать олимпийскими чемпионами. Вот сейчас под Сузова Украинка выиграла 18-й чемпионат. Дарья молодец, да. Дарья всем показала, что да, такое возможно. Значит, цель. Цель, да. Она определена, есть средства, есть цели. Ну опять-таки… А уже, ну по секрету, я не буду спрашивать фамилии. Уже есть ставка на каких-то именно персон? Определены ли персоны, на которых идет ставка? Да. Есть такие. Их несколько. Я не буду спрашивать имена фамилии. Да, чтобы их не обижать. Я в титрах укажу. Да. Да. Такие у меня есть дети. И это такая, знаешь, даже не мечта. Это такой смысл моей жизни теперь. Он такой очень глубокий, осмысленный. И это придает очень такое вдохновление и силы. Это я честно США говорю. Вот. Потому что по спортивному джун-джитсу, то что мне нужны все планки, я преодолел. У меня есть там ученики чемпионов мира, чемпионы Европы, победители всемирных игр. Ну вот все, что вот есть в высоком ранге, взрослых, детей и прочее, я все это, слава богу, сумел добраться до этих планок. Ну вот. Олимпиада это, конечно, вершина профессионального мастерства и вообще всего, что может быть для именно моего ремесла тренера. Это ремесло. Вот. Будь здоров. Подтверждаю. Ну что же, Евгений. Молча желаем вам успехов. Спасибо. Держим за вас кулаки. Они у вас до конца правда не сгибаются, просто пальцы расшатут. Ну это нормально. То же самое. Я утром встаю, по запчастям себя собрал, минут 15 пошевелился, понял, не, я могу идти как джеки. Вот. Вам спасибо большое, Алексей, потому что вы, на мой взгляд, объективно всегда освещаете события, происходящие в мире борьбы. Я сейчас могу сказать и про грэплинг, и про джиу-джитсу, и про любую борьбу в партере, которая имеет отношение к какой-то партеру. Поэтому там нет никакой предвзятости, скажем так, предпочтения по организациям, по персонам, там еще почему-то. Ну это маленький. Так что вам. Респект. Спасибо. Почаще заберите в гости. Обязательно. Спасибо. 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 Спасибо.